И сегодня считается послание к евреям, 11 глава о вере, потому что по вере пришел Господь, по вере Его приняли, верою утверждена церковь на земле. И 40 стих считаем так, Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Притом сегодня будет читать и эта глава, 9-й, 10-й стих, потом 17-й, 23-й, потом 32-й, 40-й. Это редкие такие случаи, что по одной главе выбирали. Я не знаю почему, не мог ухватить этот смысл. Но видимо только для того, чтобы основную мысль подать о величии веры и о дарах, которые дарует Господь, чтобы не утомить слушателей. Глава длинная, больше ничем не объяснить. И говорится о том, что все праведники, страдая на земле, и когда умирали, не получили обещанного. Вот если бы на этом все закончилось, какая беда была бы? Оказывается, и там справедливости нет. Бывает так, что человек всю жизнь молился, трудился, делал добро, а образец жизни умирает в нищете, заброшенный, сгнил, лежит на постели, ухаживает некому. Другой беззаконник живет, тело наполненное жиром, ребятишки как телята прыгают перед ним, говорит, радуются, как ел, говорит. И умирает с такими почестями, фанфары, трубы на весь город и по всему миру еще сочувствующим. Президенты приедут хоронить генерального секретаря партии. А все знают, что главный КГБ был. Ну почему так несправедливо? Ответ один. Да бы они не без нас получили, достигли совершенства. Совершенство на земле не достигается. Это не самурайский образец жизни. Скрыл себе живот, до конца был верный. Вот это совершенство. Прошепчи это слово. У нас совершенство будет за гробом. Когда вот эти тела смертные, болезненные, стареющие, получат такое преображение и будут подобны телу Господа. И святые добавляют, о, страшно сказать. Это нельзя даже помыслить. И совершенство вместе тела и духа будет достигнуто в вечности. И при том не в частном порядке, а перед всей вселенной. Одно дело мне привезли поздравительную. Ну кто тут знает, я только вам покажу ее. А когда это перед большим собранием, да еще сейчас как перед телевидением, да все люди видят. Это вопрос другой. Да ты не один еще среди награжденных там министров и генералов. Как это повышает статус той же самой бумажки. И вот апостол Павел говорит, что те, которые умерли не получивши, они получат награду. Когда на страшном суде закончатся расследования и будут показаны все добродетели, и вместе со всеми и они получат. Чтобы ликующая вселенная в лице ангелов и рахангелов рукоплескала их победе над врагом, над страстями. Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. То есть вот какие мы есть, а он что-то лучшее в нас видит и лучшее готовит. Дело в том, что эти стихи читаются каждый год и одно и то же, и одно и то же. И трудность заключается в том, что дойти до конца, а что в этом еще есть? Я специально повторяю, никогда не читаю проповеди ничьи, а просто выпрашиваю Бога, потому что то мне известно, кое-что забыл. А что новое здесь можно сказать сегодняшнему человеку? А оказывается, если еще жизнь будет продолжаться 7 тысяч лет с половиной, как прошла, и все еще можно будет у Бога вымаливать, просить, чтобы погрузиться в бездну мудрости, заложенной в этих стихах. А что лучше? Ты любую бабушку спроси, что лучше? А у нее один лозунг. Ешь больше, спи дольше. Точка. Как у старого бряса. Ты еретик, переходи к нам. Все, проповедь закончилась. А мы должны на каждый шаг, на каждый день недели, на каждый час найти нечто лучшее. А лучшее тогда, когда предлагается выбор. Когда человек находится в тоталитарном государстве, ему трудно делать выбор, хотя там тоже серьезный выбор приходится делать. А когда вот свобода, вот как сейчас, человек думает больше о земном. И кого не спроси, даже верующие бросились в эту жизнь. И главное это для тела. Хорошо одеться, крутую машину купить, дачу такую под аэродром, чтобы садиться могли вертолеты. Еще, я не знаю, тут заводят, нет, яхты заводят уже. Но подводные лодки я не слышал. Но дойдет, наверное, до этого. Начнут атомные частные реакторы ставить. Но они не знают, куда деньги девать. Так вот, а нас-то Бог предусмотрел лучше, чтобы мы избрали. А что в этом лучшее? Адам изначально был сотворен безгрешно по образу Божию. И Бог его изгнал. Потом изгнал на страдания. Вот это у нас опыт. Дверь на шарнирах закрыл плотно. Утром встанешь тепло. У Адама ничего этого не было. У него нечем было даже пещеру закрыть, когда похолодание было. Единственная грелка ела, больше ничего нет. Ну, шарбетишки появились, может быть там на шкуре на какой лежали. Мы-то пользуемся какими благодеяниями, и телевизоры, и чего только у нас нет. У него компьютера не было. Ушел Авель, он бы позвонил ему, Авель, как дела у тебя? А он бы сказал, Каин пришел с кирпичом, голову мне проламывает. Нет этого мобильника. Никто не знал ничего. И Бог его и знал, оказывается, для блага. Для блага. Чтобы он осознал и передал нам этот опыт, как плохо без Бога. Бог предусмотрел о нем нечто лучшее, чтобы грешник не гнил в раю, а догнивал за пределами рая, и не выгнал его в Ирак. А написано, переселил перед дверьми рая, где-то недалеко был. Святой Виссарион говорит это для того, чтобы он глядел и вспоминал, постоянно помнил, кем ты был. Кем? Старые фотокарточки у вас есть? И посмотрите, если случилось грехопадение, скажи, вот какой я был. А теперь, что со мной стало? Вот смотри, ты был как благоухающей розой, а теперь вонющее болото. Это святые так называют, когда человек упадет. Для нашей пользы Господь послал Авраама, оставит родину свою, ушел. Зачем? Чтобы не оскверниться с этим миром. Все связи старые и оборваны. Как трудно это дается человеку. Друзья, близкие, оказавшие нам некогда благодеяние, и все чем-то нас притягивают. Ты превыше всего поставь служение Богу. Псалом 20-й, 5-й стих. Он просил у тебя жизни, ты дал ему долгоденствие на век и век. Что мы получили, обратившись к Богу? Но люди больше всего просят, ну, здравствуйте. Здравствуйте, значит, будь здоров, живи долго. Долгих лет жизни. А он дал долгоденствие на век и век. Вот что нас предусмотрел Господь. Бесконечную жизнь дарует. Это мы привыкли просто говорить, говорим, ищай будущего века, да, аминь. Ну и дальше уже знаем, скоро домой идти. Жизни будущего века, где нет ни плаща, ни сона, ни воздыхания. Это нам, грешным, смертным. Вот эти наши хижины, они не такие будут. Псалом 33, 13-14. Мы хотим видеть благо, желаем друг друга добра, наилучших благ тебе, всего хорошего. Апсалмопевец говорит, хочет ли человек, видя и дни благи, удержи язык своя зла и уста свои от коварных слов. Оказывается, вся опека во рту. Здесь точная инструкция. Ну, хочешь, чтобы тебя в семье было, тебя любили, сноха с тобой по-хорошему относилась, зять нормально относился, внуки, удержи язык своя зла. А вот там неаккуратно сказанное слово, там не промолчала, тут продолжала командовать, откомандовала. Сыр женился, ну покорись теперь ему. Если, конечно, и речь идет, не покушается на веру. 1 Коринфянам 16, 18. Матфея. Господь говорит, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чем другие люди. Они не имеют этой церкви. Мусульманские живут, буддизме, иудаизме. А нам Бог дал веру христианскую. И христианство. И сколько течений. Бог и здесь предусмотрел о нас нечто лучшее. Дал православие. Притом православие со Словом Божьим, это вообще не редкость. Исключительная редкость. Я скажу, что во всем старообрядчестве за 300 лет они так к этому не повернулись даже лицом. Чтобы Библия была авторитетом. А вот о нас, находящихся здесь, предусмотрел Бог нечто лучшее. Матфея 25.9. Говорит, а лучше пойдите к продающим, пока базар не закрылся. Это побуждение к милостыне. Пока это торжище жизни продолжается, не для себя талант копи, а позаботься распространить его. Тебе Бог дал мысли, веру. Почему ты их себе прячешь? Это закопанный талант. И говорит, Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Дал Евангелие. И Евангелие это самая лучшая книга. И через нее побуждает. Идите скорее на торжище, пока оно не разошлось. Идите, ищите, я говорю, где-то вы работали. Смотрите, церковь у нас практически остановилась. Не прибывает. И ответ к этому есть. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Это так. Но не все же вышли на благовестие воскресенье. У нас четвертая часть аудитории только занята. А остальное все еще свободно. Почему? Да некоторые взяли себе за правило в субботу не приходить на богослужение. Ты не думаешь, что это мимо проходит. Проповеди были мимо, прошли. Благословения прошли мимо. Если нет, ты живешь там, где церковь есть. Может быть, она и что-то не так понимает. Ты сорно и иди. Не пропускай. Поставь себе задачу. Я неделю живу для того, чтобы воскресеньем, в субботу вечером прославить Господа вместе со всеми. Матфея 5.29 Если правый глаз тебя соблазняет, вырви его, и лучше тебе уйти, спасись у вечному, нежели со всеми членами. Вот так. Родные, близкие, которые тебе мешают следовать, это лучшее, если ты отсещешь. Не бойся этого. Ты твердо поставь себе, я хочу быть со Христом. И все время спрашивай, Господи, а что ты лучшее предусмотрел о нас? Он дал четкую инструкцию. Лучше, когда Христос на первом месте. Матфея и Луки 11.41 Лучше подавайте изымение, и тогда все у вас будет чисто. Это сказал тем, которые упрекали, что не умыли руки. Побуждение к милостыне. Вы целую неделю помаленьку что-то откладываете на дело Божие. На дело. У нас есть ящик, мы не ходим. В церковь, во всех церквах, везде ходят с тарелкой. У баптистов по рядам на нужды церкви, везде. А мы этого не делаем. Вы сами себя поставьте на это. Вот мы на неделю послали только одну посылку в Сан-Францисскую библиотеку, только за посылку. 3 300. За одну посылку почтовые расходы, не считая, там еще ящики, да еще человек трудился, да еще машина была, да отвозили. Почему? А мы сеем очень далеко. А какой возврат? Никакого. Я повторяю, 18 посылок в дальнее за рубежи послал, и ни одной копейки, ни одного цента никто не прислал. Ни один. А везде я просил, ну пришлите хоть что-нибудь. И книги-то нужны. Значит, мы должны сами компенсировать своим трудом. Вот есть, вы знаете, что у нас тут несчастном порядке скрывается, есть старшая сестра, доверенное ваше лицо. Мы чем-то должны послужить для ближнего. Что лучше? На себя потратить? В утробу или здесь положить? Маленько себя надо сокращать. Иоанн 16,7. Господь, говорит, лучше до вас, чтобы я пошел, чтобы пришел утешитель. Для многих это непонятно. Чтобы Дух Святой пришел, нужно, чтобы Христос ушел. И это лучше. Вот так бывает и с нами. Конечно, нам хотелось бы, чтобы Павел не умирал, был бы с нами. Но мог одного он сделать бессмертным. Для нас лучше, что он ушел, потому что он теперь ходатай на небе за всех. И все, что с нами случается, умирают люди, уходят, это лучше. Иоанн 16,7. Первое Петра 3,17. Лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Вот и выбирай. Если попадешься в руки правосудия или неправосудия, за что будут судить. Второе Петра 2,21. Люди, которые отступают от истины, уклоняются в ереси. Лучше бы им не познать путь правды. Великое благо, что ты услышал благовестию, обратился. Но если ты не принял, а с этого дня, когда ты услышал и не принял, начинается отсчет. Лучше бы тебе никогда не познать пути правды. Лучше бы не встретить благовестников, проповедников. Меньше был бы спрос. Римлянам 2,18. Если ты разумеешь лучше, научаясь из закона и далее пояснять, какие последствия, мы разумеем лучше, считаясь Библией. Поэтому посмотрите, что слушаете, что читаете. Нам неоднократно уже и священник говорил, во время поста, телевизоры, поверните экраном в другую сторону. Ведь смотрите. И не один при том смотрит. Отрезать это все. Лишнего не надо ничего. А по этому времени не остается для изучения Библии. К сожалению, нужно сказать, что некоторые еще и Библию не прочитали. А вы хотя бы поставьте задачу в год один раз прочитать Библию. Считай три главы, и все закончится. Ну, 90 часов, а точнее 89 часов в течение года. Ну, можно выбрать. И ты посчитай, как это выйдет-то. В час, в день. Нет, меньше. Итак, апостол Павел говорит к Римлянам 14.13. Не станем судить друг друга. А лучше судить и о том, как бы не подавать брату случая, крикновения или соблазнам. Значит, лучшее самое не перемывать косточки друг другу, а подумать о том, чтобы самому жить свято, чтобы не укоряли. Верующий, а как живешь? Римлянам 14.21. Римлянам 14.21. От свинины хотя бы. Не трудно было. 1 Коринфянам 5.2. Вы бы сгорделись вместо того, чтобы плакать, дабы изъяс было среди вас, соделавши такое дело. Значит, это лучшее. Оказывается, Московская патриархия, она не только участвует в экуменизме, а из них сейчас 5 человек избрали советы. Они не просто, мы, говорит, там наблюдатели для свидетельства. Это сатанинская ложь. Они участники. Они участники подготовки к престолу Антиклеса. 1 Коринфянам 7.8. По нужде, Павел говорит, за лучшее считаю. Признаю, что хорошо человеку оставаться так. Время последнее, трудное, лучше бы не жениться. Я постоянно об этом говорю. Как хорошо одному служить? Но если не могут воздержаться, лучше жениться. Только не на стороне, а чтобы она была своя сестра. Сестра, чтобы ей... А то получается наоборот. Своих братьев и сестер зазирают, а со стороны берут таких, что совершенно люди уходят. 1 Коринфянам 7.38. Выдающая девица поступает хорошо, а не выдающая поступает лучше. Прикинь-ка себе, да как это лучше? Да тогда как? А мне наследник нужен? Ну, по наследнику, конечно, тебе лучше его дать замуж. А если до Царства Небесного, ты бы с детства уговаривала дочь. Тебе это не надо ничего. Все это пройдет. Послужи для Господа. 1 Коринфянам 9.1. Для меня лучше, Павел говорит, умереть, нежели бы кто уничтожил похвалу мою. Он говорил о проповеди, что проповедовал безместно. И в этом была его похвала. 1 Коринфянам 14.19. Но в церкви хочу лучше сказать пять слов умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. О нас Бог предусмотрел нечто лучшее. У нас больше половины богослужений на русском языке. Все библейское считается на русском языке. Лучше пять слов. Лучше. И все это будут читать сегодня. И нигде, я абсолютно точно знаю, нигде не будут пояснять, что лучшее все-таки, чтобы оно было понятно. Бог о нас предусмотрел лучшее. Он разговаривал с евреями не на арабском языке, а на еврейском, при том на арамейском, которые понимали они. И Господь сделал так, что в день Пятидесятницы показал. Для вас лучше, что я пойду. Почему? Потому что сойдет Дух Святой. Почему? Для того, чтобы заговорить на разных языках. Ну все связано же здесь. И это самое лучшее для всех народов. Там под латынский язык. У мусульман под арабский спрятали. Но может и хорошо, что они не понимают Коран. Иначе бы они все на войну против нас поднялись сегодня. У славянских, в церковно-славянских, выдуманный мертвый язык. И никто и будто не считал, что такое лучшее. Мы все должны искать лучшее, при том на пользу ближнему. Второе в Коринфянам 5.8. Павел говорит, лучшее желаю выйти из тела и во дворице у Господа. Смерти не надо бояться. К смерти надо приходить как к законному завершению. С чем я приду? Лучше. Так вот я в больнице, что лучше, выздороветь или? Пока лучше выздороветь. А вообще по полной программе лучше умереть. Лучше отойти ко Господу. А дальше живешь, больше так и грешишь. Кто сказал, вот теперь я отболел, вернулся, вот замечаю, как у меня все по-другому пошло. А только видишь, что на том же и стоит. Кефесянам 4.28. Лучше трудить своими руками, делая полезное. Разве не считали это князья, бояре, дворяне в России? Как жили? Как тратили деньги? Безумно целое состояние проигрывали. Лучше. Насколько это лучше трудить это своими руками? Филимону 1.11. Что, познавая лучшее, вы были чисты и непрекновенные в день Христов. Вот для чего это нужно. Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Просветил разум, сделал его трезвым. Через посты разум ощущается. Потому что, когда человек котел в живот заложит, там порыв поднимается, златоузга, и туманит мозги. Бог о нас, православных, предусмотрел нечто лучшее. Поэтому, если лишние габариты, лишнее сало, чужое сало на своих костях повесил, трудно поверить, что ты постишься. И поэтому все болячки. Человек, который лишнюю комплекцию имеет, это болезнь через рот пришла. Вы за это тоже отвечать будете. Я гляжу, годы проходят, нисколько не уменьшаются. Отбросьте ужин. Совершенно. Перейдите на двухразовое питание. Весь Ближний Восток питается дважды. Дважды в день. Трехразового питания у них вообще не существует. Это они не знают и живут совершенно нормально, живут дольше нас. И не просто живут. А имеют такую цель, так крепко они верят, что на смерть могут все до одного пойти. У нас не успеет ребенок крикнуть, полы на церкви оборачивается. Если молится мусульманин-татарин, можешь стрелять сзади, а ни один не обернется. Они этого не знают. Их так приучают. Ежедневно тренируют на этом. Поклонились все вместе. А у нас не знают, где кланяться. Выделены картинки. Если голова у них вниз, только видно, как они наклонились. Сейчас даже не разберешь, что это люди или не люди. Вот нам будет обличение. Чтобы были мы чисты непресновенные в день Христов. И евреям 11.35. Да получить лучшее воскресенье. Это в сегодняшнем будет чтение. Все, что мы изберем лучшее, направлено к тому, чтобы воскреснуть не на осуждение, а в лучшее воскресенье, чтобы быть со Христом в вечности. Аминь.